Анастасия Алексеева Очень приятно, вы впервые в нашем эфире, так что я думаю, это будет первое начальное такое хорошее интервью. Но тему у нас, не знаю, наверное, ее самой приятной не назовешь, потому что говорить мы сегодня будем о зарплатах в конвертах, о серой зарплате. Вот Сергей Петрович, сегодня у некоторых работодателей практикуется подобное. В республике есть более 29 тысяч работодателей, это и организации, и индивидуальные предприниматели. Большинство наших работодателей выплачивают официально заработную плату, платят, соответственно, все налоги и отчисления. Однако, как показали в прошедшем году, в 2015 году, мы выявили более 1200 работодателей, которые, как вы сказали, используют серые схемы выплаты заработной платы. Данное предприятие мы выявляем в результате работы в межведомственных комиссиях, которые созданы в каждом муниципальном образовании. В состав комиссии, как правило, входят представители налоговой инспекции, представители пенсионного фонда, органов местного самоуправления, но также практически всегда мы привлекаем органы прокуратуры. И мы выявили 27 тысяч неформально занятых граждан Чувашской республики, которые работают, не оформляя трудовые отношения. Выявили, как я уже сказал, более 1200 работодателей. И в результате нашей работы, совместной работы, уже примерно где-то более 20 тысяч граждан, которые работали раньше, не оформляют трудовые отношения. Они на сегодня оформили трудовые отношения и работают легально, честно, платят налоги и, соответственно, имеют определенное будущее для себя, будут иметь определенные блага. Из 27 тысяч 20 тысяч оформили? 20, более 21 тысяч. Ничего себе! Как вам удалось их уговорить, так сказать? Ну, прежде всего, каждый работник и каждый работающий на предприятии, мы постоянно проводим разъяснительную работу, должен понимать, какой вред он имеет для себя, работая не оформляясь или нелегально получая заработную плату. Ну, прежде всего, самое главное, наверное, это выплаты пенсии при достижении пенсионного возраста. То есть, вот первая проблема. Цифры здесь такие. Если я имею стаж 15 лет, я выхожу на пенсию, женщины имеются в виду 55 лет, мужчины выходят на пенсию в 60 лет. Если у меня не будет стажа 15 лет, то, соответственно, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины выходят в 65 лет. И при этом пенсия уплачивается минимально. Это первая проблема. Вторая проблема. Все мы говорим, значит, нужно обеспечивать, любая семья должна обеспечивать себе жильем. Конечно, накопить, чтобы сразу купить жилье. Практически на сегодняшний день это делают, наверное, единицы. В основном все пользуются кредитами. Ипотека. Ипотека, да. Для того, чтобы получить кредит, нужно идти в банк. А банкиры, как правило, спрашивают, покажите свой доход, покажите свою зарплату. И, соответственно, человек лишается права получения кредитов. То есть мы хотим товар иметь сегодня, дом сегодня, потом выплачивать. То есть мы лишаем с этих вопросов. Ну, третье, как бы, ну, такие простые банальные вещи, это оплата больничных там, оплата декретных, дородовых декретных отпусков, послеродовых декретных отпусков. Это существенные суммы, и человек, который работает неформально, неофициально, они лишаются всех этих возможностей. А вот как вы думаете, почему люди идут вот на такой риск, да, лишая себя оплачиваемых отпусков, там, больничных, без пенсии остаться? Почему им важнее получать, вот, может быть, даже побольше, хотя не факт, что побольше в конверте? Ну, здесь, прежде всего, наверное, здесь необходимо признать то, что на законодательном уровне все четко, ясно, не отрегулировано. То есть, во-первых, прежде всего, какие санкции могут предъявить работодатели. То есть, понятно, это нарушение законодательства, но все равно оно у нас происходит. И вторая проблема, то, что не все граждане, которые, значит, получают неофициальную зарплату, они не обращаются в инспектирующие органы, в частности, в инспекцию труда, в прокуратуру. То есть, работодателя по большому счету никак не наказать, кроме того, что сказать, ай-ай-ай, ты нарушил трудовой кодекс? Здесь мы, у нас не ставит основная задача наказать работодателя, здесь мы ведем разъяснительную работу. Первое, для того, чтобы работодатели, в первую очередь, были социально ответственны, значит, мы их разъясняем, мы им разъясняем действующее законодательство, уговариваем, потом просим. Ну, если работодатель ни в какую, значит, продолжает нарушать действующее законодательство, соответственно, будем применять определенные меры. Здесь совместно с органами прокуратуры, правоохранительными органами, значит, составляем протоколы об административных правонарушениях. Если уже, значит, работодатель такой злостный, он не ведет никакие уговоры и не реагирует, соответственно, можно принимать такие меры, как дисквалификацию руководителя на право занимать руководящие должности. А насколько вот такие меры сегодня работодателей пугают? Все-таки, ну, вот раньше был штраф 100 рублей за непристегнутый ревень, и всем было без разницы. 100 рублей больше, 100 рублей меньше. Как стало 500? Уже подумали. Может быть, какие-то меры пожестче стоит предъявлять? Конечно, здесь мы все должны работать в рамках закона. То есть, как бы не хотелось, чтобы все были оформлены и так далее на легальные рабочие места, но все равно необходимо действовать в рамках закона. Нам в Чувашской республике необходимо трудоустроить более 48 тысяч человек. И вопросы вот этой неформальной занятости, они находятся постоянно на контроле у главы Чувашской республики. Практически еженедельно наше министерство докладывает, как проводится работа в этом направлении. И как везде, есть муниципальное образование, которое хорошо в этом. Соответственно, я говорил 48, мы довели цифры до муниципальных образований. Есть хорошее муниципальное образование, где налажена эта работа. Есть, соответственно, некоторые муниципальные образования, как, допустим, Красноармейский, Красночитайский, Парецкий районы, где эта работа пока не налажена на достаточном уровне. Здесь мы, во-первых, готовы, как органы службы занятости населения, оказать содействие в трудоустройстве, вплоть до трудоустройства и за пределами Чувашской республики. В прошлом году мы провели такой анализ, у нас где-то около 25 тысяч жителей Чувашской республики имеют трудовые отношения с работодателем в других субъектах Российской Федерации. Самая основная наша задача – это создание благоприятных условий со стороны государственных органов для того, чтобы люди могли осуществлять свою трудовую деятельность. В целях этого, что мы планируем делать, это планируем внедрение, прежде всего, прогрессивных технологий производства, будем оказывать содействие повышения квалификации работников, будем работать над импортозамещением. Это очень важно на сегодняшний день, ввиду санкций со стороны западных государств. Важно создание новых производств, создание новых рабочих мест, будем проводить различные конкурсы инвестиционных проектов. Необходимо усилить работу и повысить эффективность привлечения квалифицированных кадров, чтобы пришли предприниматели, которые могут создавать эти новые производства, оказывать им всевозможные содействия. Помогаем. Мы выступаем, как глава Михаила Алексеевич с нас требует, мы выступаем в этом случае помощниками и всегда готовы помочь для создания таких производств. — Работа предстоит немеренно. Я вам желаю сил на целый год вперед. Спасибо вам большое, Сергей Петрович, за первое на нашем телеканале интервью. Я надеюсь очень сильно, что не последнее. Мы еще обязательно расскажем нашим телезрителям о новых успехах на данном поприще. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Петрович Дмитриев, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики. До свидания. — До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!